Привет Западу! Приветствую Восток и всех любителей хоккея! Сегодня, 25 марта, стартует 1-4 финала Кубка Харламова. И здесь, в ЛДС ЦСКА, через несколько минут Красная Армия встретится с командой СКА-1946. Все, кто попал в четвертьфинал, прошли сложный путь, который был полон интриг и удивительных поворотов. Как рижане чуть не выцарапали победу у красноармейцев, с какими фееричными результатами заканчивались матчи Белых Медведей, и как чуть не выбыли из борьбы в 1-8-й двукратные чемпионы МХЛ Омские Ястребы. Все это и многое другое в нашем рассказе о первых двух этапах плей-офф Кубка Харламова. Первый раунд плей-офф чемпионата МХЛ богат на сухие победы в сериях. 10 пар из 16 разбираются друг с другом уже в третьей игре. Дольше всех доказывают свое превосходство соперникам Чешская Энергия, Хакарига, Алмаз, Кузнецкие Медведи и Стальные Лисы. Эти команды получают заветный билет в следующий тур только в пятых матчах серии. Одна восьмая финала выдается более напряженной, нежели первый раунд. 17 марта из плей-офф КХЛ вылетает Московская Динамо, а на следующий день дочерняя молодежка ХК МВД. Белоголубые считаются фаворитами в серии с Череповецким Алмазом, но соперник показывает чудеса стойкости. Серия заканчивается в третьем овертайме четвертого матча, когда Александр Куваев кистевым броском поражает ворота Ивана Бочарова. 109 минут и 23 секунды чистого игрового времени – это новый рекорд Кубка Харламова. Это плей-оффы тут играли до конца, поэтому мы не хотели ехать в Балашуку, потому что там и подкрепление, и там и у них играть это тяжелее намного. Мы боролись, мы больше хотели, мы и выиграли. Личные счеты важны в хоккее. Они помогают Александру Куваеву так лихо забросить победную шайбу. Я сильно за ними не следил, я у них раньше играл, не проходил в состав, и мне вдвойне приятнее было им забить такой гол. Вперед! Спартак! Вперед! Спартак! Вперед! Спартак! Вперед! Спартак! Вперед! Спартак! Вперед! Москвичи заряжены после битвы в третьем матче серии. Они с чехами набирают 158 минут штрафного времени, поэтому в следующем поединке МХК «Спартак» не тянет резину. Со счетом 3-0 обыгрывает «Энергию» и выходит в четвертьфинал. Армейцы с берегов Невы выносят победителя регулярного чемпионата Ярославский ЛОКО. Вот это становится будоражащей новостью. Железнодорожники весь сезон уверенно идут к победе, спотыкаются о не самого статусного соперника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Командный доктор – это то, что команда, это единым кулаком, то, что, в принципе, всегда должно быть в командной игре. Красная армия после вылета ЦСКА получает сильное подкрепление из КХЛ в лице Николая Прохоркина и Игоря Фефилова. Во второй игре против Рижан Прохоркин оформляет блестящий покер и дарит своей команде победу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в Риге латвийские хоккеисты сравнивают счет серии и заставляют красноармейцев понервничать. Пятый матч выдается сложным и нервным. Москвичи все-таки празднуют викторию. Дорогие друзья, матч окончен с отсчетом 3-2. Победа умершего команда Красная армия. Я настраивался по полной программе, чтобы от начала до конца, как и в КХЛ, но вышел и у меня все начало получаться. Конечно же, хотелось бы лимитировать эти обидные два поражения, которые были в Риге. Это уже был совсем другой настрой, который был в первых матчах. Мы старались как-то уже доиграть спокойно и все, и уже готовиться к следующему раунду. Борются до последней крови и две пары на Востоке. Ханты-Мансийские мамонты-югры и двукратные чемпионы МХЛ Омские ястребы дотягивают свои серии до пятых матчей и добывают энергозатратную победу. За бортом оказываются уфинский толпар и сибирские снайперы. В одной восьмой финала сухие победы одерживают только Барс и Белые Медведи. Первые расправляются с молодежкой Новокузнецка, вторые с экс-чемпионами МХЛ Стальными Лисами. Причем разница заброшенных шайб у этой пары удивительная. 16-2 по сумме трех матчей. Мы главное выиграли, это радует. Как бы хорошую игру показали в пас, все двигались. Подошли в хорошей физической и тактической форме. Ко второму раунду плов, как бы все устраивает. В четверть финала выходят команды, которые чего только не пережили. И бесконечные овертаймы, и неожиданные камбэки, и изматывающие серии до последнего пятого матча. Им однозначно есть что терять. Но гораздо важнее для мотивации, что они могут приобрести. Главный трофей – Кубок Харламова. Чемпионат одно, а плей-офф – это совсем другие вещи. Мы сами на себя рассчитываем, а то, что ставил, нам безразлично. Плей-офф – это война идет нейтрально. Мы в самой первой игре настроены выиграть Кубок Харламова. Для меня одна задача – выиграть, потому что я не люблю проигрывать. И последняя команда может выбить первую. Непредсказуемый результат любой серии. Тоже стимул маленький такой – отомстить. За первую команду хочется. Да, я мечтаю завоевать Кубок Харламова. Московские армейцы не церемонятся и быстро отбирают проходку в следующий тур у питерских хоккеистов. Всего три матча, но яркие. Красноармейцы забросали коллег из Санкт-Петербурга. Первый матч заканчивается со счетом 4-1, второй 6-0. Серия перемещается в Питер. Мы находимся в Санкт-Петербурге. В игре между СКА-1946 и Красной Армией у хозяев нет права на ошибку. Москвичи находятся в одном шаге от полуфинала. Накануне первая команда СКА покинула плей-офф в КХЛ. Поэтому молодежка сделает все возможное, чтобы продлить хоккейный сезон для питерских болельщиков. Команды в этот день показывают равный хоккей. В третьем периоде СКА-1946 выходят вперед, но московские армейцы успевают сравнять счет и перевести игру в овертайм. Домашний лед не помогает петербуржцам. Удачи на стороне Красной Армии. Ильдар Шексадаров выводит команду в полуфинал. Какая-то несобранность в конце игры. Такие ошибки нельзя допускать в овертайме. Пас на синюю линию, не доработали выход 3-2. Нас, грубо говоря, разорвали и забили гол. Таких ошибок в овертайме в полуфинале нельзя делать. Хотели завершить стилю здесь, в первом матче. Так и получилось. Да, игра была трудная, но все ребята поработали хорошо. И это наша вся победа. Можно ли сказать, что красноармейцам помогло не только желание пройти следующий раунд, но и желание отомстить за свою команду КХЛ, которую питерский СКА обыграл в 4 игры и отправил в отпуск. Мотивация умноженная на 2. Я считаю, что на такие игры команда настраивает даже лишнее. Мотивация у ребят запредельная. Я бы хотел отметить хорошую коллективную нашу игру. То, что мы и просили сегодня у ребят. Знаю, что третья игра будет очень тяжелая. Первые две тоже были тяжелые игры. Но сегодня мы их просили, чтобы на первом плане была командная игра, то есть командный характер, дух команды. И они в счастье это выполнили. Молодцы. 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 Так уж вышло, что в олимпийском сезоне Казанский «Акбарс» четвертый финальный плей-офф КХЛ споткнулся на Новосибирскую Сибирь. Но жители столицы Тататкана не остались без хоккея. Команда МХЛ «Барсы» уверенно прошла два первых раунда. И сейчас в 1-4 финала встречается с мамонтами юбры. Трибуны на ТАК «Нефть» арене, что есть мочи, скандируют и поддерживают родных игроков. За молодежь приходят поболеть даже хоккеисты «Акбарса». Выяснение отношений в паре «Барс», «Мамонт» и «Югры» надолго не затягивается. Казанские хоккеисты стремительно прорываются в следующий раунд. Обходятся тремя матчами, но назвать эти игры легкими нельзя. Один поединок с булитами, еще один с овертаймом. Мотивация всегда стоит на первом плане. Тут нет какого-то разгильдяйства, то есть то, что пришел в молодежную хоккейную лигу и все это на полусогнутый. Такого нет сейчас. Команда не того уровня, чтобы можно было позволить кому-то обыграть всех на одном коньке. Поэтому должна быть полная собранность. Пары МХК «Спартак Алмаз» и «Белые медведи Омские ястребы» с затяжными сериями, с пятью матчами. А тут еще и будоражащая хоккейная общественность история. Федерация хоккея забирает лучших игроков из команд МХЛ на сборы задолго на начало юниорского чемпионата мира. Прямо в разгар плей-офф. По этому поводу достаточно резко высказываются тренеры. Есть же определенные... У Международной Федерации хоккея есть определенные правила. Когда, за сколько времени собирать. А то так можно и за три месяца собрать их из команды. Ведь у команды сейчас решающие игры, плей-офф. А их решили забрать аж за 20 дней до начала чемпионата. Хотя в положении их ФР есть пункт, что за 7 дней не позднее, чем за 7 дней. Я уверен, что ребята лучше подготовятся к чемпионату мира, участвуя вот в этой мясорубке в плей-оффской с более старшими соперниками, чем они посидят эти две недели в Новогорске. Вице-президент Федерации хоккея Игорь Тузик в сложившейся ситуации проблемы не видит. Если по правилам некоторые молодые люди говорят 10 дней, это для взрослых. А было принято решение на исполконе больше увеличить количество дней для подготовки молодежной команды. Многие, видимо, не смотрят документы исполкомов Федерации хоккея, которые обычно вывешиваются на сайтах, не знакомятся с ними, к сожалению. То, что национальная сборная вызывает игроков исполков, это абсолютно нормальная ситуация. Так и должно быть. Им больше ниоткуда вызывать игроков. А то, над чем мы сейчас работаем с руководством Федерации, то, что мы на следующий год, я уверен, уже отработаем и будет гораздо лучше, это именно взаимодействие. Когда руководители Федерации звонят в лигу и говорят, что вот какой-то клуб нам отказал, не прислал вовремя игрока, это уже тушение пожаров. Правильнее было бы заранее, загодя, сесть, обсудить, в какие сроки будут вызваны игроки, из каких клубов у нас кандидаты, чтобы мы поговорили с клубами и сразу с ними обсудили нашу стратегию, как сделать это и безболезненно, настолько, насколько возможно, для клубов и, тем не менее, учитывая все интересы сборной, потому что это не обсуждается, национальная сборная – это очень важно, это приоритет. Еще одним важным действующим лицом в истории с отзывом игроков из клубов становится галкипер Красной Армии Максим Третьяк, внук президента Федерации Хоккей России Владислава Третьяка. Он отправляется на юниорский чемпионат мира, но на время четверть финалов и полуфиналов его отпускают из Новогорска. И он успешно играет за Красную Армию, при том, что сборникам из других клубов подобное не разрешается. Мне сказали, ты едешь и все, и я поехал, сделал свою работу. А кто сказал, что ты поедешь и решил ехать? Ну, во-первых, главный тренер сборной сказал, все-таки я был на тот момент в сборной, он сказал, что ты должен поехать, ты умолчишь команде, и я приехал к своей родной команде, помог. На Западе Алмаз и МХК «Спартак» показывают не только красивый, но еще и драматичный хоккей. Сценарий у серии получается захватывающий. Москвичи уверенно начинают серию с двух побед. До выхода в полуфинал им остается один шаг. Но дома череповчане не сдаются и сравнивают счет серии. Игры становятся более напряженными и эмоциональными. Главный тренер МХК «Спартак» Олег Браташ видит причину проигрыша в судействе и говорит об этом достаточно резко. Вот я сейчас назову фамилии судьи, которые сегодня. Максим Гордиенко и Дмитрий Полянчиков. Я постараюсь запомнить эти фамилии на всю жизнь. И они мои личные враги до конца жизни. За непозволительные для главного тренера высказывания Олег Браташ оштрафован лигой на 25 тысяч рублей. Он соглашается с тем, что неправ по форме, но не отказывается от сути претензий. А еще он рад, что в решающей игре судьи отработали отлично. Красно-белые не оставляют никаких шансов череповецкому клубу. 4-1. В упорной интересной борьбе хоккеисты «Спартака» одержали победу. И еще на один шаг, где принялись к плановому трофею. Откроялся в группу «Харламова». Мы не загадывали вперед. Просто выходили, играли каждую игру. Решающим фактором, я думаю, сыграла своя площадка московская для «Спартака». Как раз, что они три игры дома взяли, на две тоже дома. Тяжелейшая серия. И я думаю, что где-то везение и все-таки. Ну, была тяжелая серия. Сначала выиграли две игры на «Спартаке» дома. Затем поехали туда, думали, будет, ну, выиграем, докончим серию там. Мне не удалось. Проиграли две игры. Досадно проиграли. Сегодня выиграли, рады. Я думаю, будет очень интересный матч. Тем более, Казани, они на «Спартака» ни разу еще не проиграли. Будем стараться выкладываться на каждом угровом отрезке. Омские ястребы – первые двукратные чемпионы МХЛ. Белые медведи еще ни разу не получали главного трофея лиги. У одних – желание добиться звания трехкратных обладателей Кубка Харламова. У других – в первый раз стать чемпионом. Серия «Белые медведи, омские ястребы» стартует в Челябинске. А мячи не дают челябинцам зацепить две игры дома. В Омск команды летят со счетом 1-1 в серии. Позволить себе проиграть на домашнем льду ястребам не дает титул двукратных чемпионов МХЛ. И в третьей игре они не оставляют шансов челябинским хоккеистам. 6-2 из 146 минут штрафного времени. Так получилось просто, как бы уже задирались еще с Челябинска друг на друга. Как бы вывели нервы того и того сдали. И так бывает. Будем биться. Мы сильно хотим выиграть третий раз, чтобы, наверное, три раза подряд уже никто не сможет выиграть. Постараемся сделать это мы. На трибунах в Омске практически аншлаг. Команду поддерживают все, от малого до великого. Омские болельщики будто хотят получить компенсацию с помощью молодежи за неудачу «Авангарда» в сезоне 2013-2014. Очень, очень, очень классно, потому что родная команда наша. После такой эмоциональной игры кажется, что мячи уже одним коньком в полуфинале. Но белые медведи позиции не сдают. Сравнивают счет серии 2-2 и команды снова летят в Челябинск. Просто до конца нужно биться, верить в команду, в себя, и как бы все получится. Ложиться под шайбу, бороться друг за друга. И Боженька воздаст тебе за все твои старания. Что ожидать с болельщиком там, в Челябинске? Что ожидать? Да. Ожидать победы? Надеюсь. Чьей победы? Моей, нашей. Дома даже стены помогают. Поддержка челябинских болельщиков, родные трибуны и просто огромное желание одержать победу. Все это помогает белым медведям отправить двукратных чемпионов МХЛ в свободный ястребиный полет. Запад и Восток. После трех раундов плей-офф встречается уже на стадии полуфиналов. Красноармейцам предстоит побороться с белыми медведями, а Спартаку с казанским барсом. На кону выход в полуфинал. Более актуальной мотивации не сыскать. Красноармейцы начинают серию в гостях с уверенной победы 5-2, но во второй встрече хозяева собираются и наносят ответный удар. Три шайбы и ворота Красной Армии забрасывают за Корлюкин, Шаров и Основин. Причем последний зарабатывает еще и булит, который, правда, не реализовывает. Эмоции положительные, просто я должен раньше был это делать, имею отличный момент, имею булит. Я не знаю, куда делся, от меня фарт, не знаю, убежал куда-то. Надо притягивать обратно. Да, в Москве дома, конечно, мы не должны уступать. У нас на своей арене. Ну, выиграем я дома. И дома москвичи действительно выигрывают серию. Оба матча с разницей всего лишь в одну шайбу. Но какая бы ни была победа, это победа. Красная Армия в финале. Ну, конечно, хотелось вернуть серию в Селегово. Подарить болельщикам еще, продлить хоккей в городе. Порадовать их. Но, к сожалению, получилось так, что мы должны были добавлять соперника, но пропустили. К сожалению, мы в локусской фейере. Конечно, это была радость, но я понимал, что это не последний шажок, который нам предстоит сделать. Мы поднялись высоко, а оттуда будет больно падать. Но мы не собираемся этого делать. Молодежка Спартака борется с казанским барцем за место в финале, не обращая внимания на сложную ситуацию в клубе. Болельщики приходят на матч и скидываются на премиальные. Лига оплачивает питание, проживание и перелеты. Все, кто может, поддерживают молодежь красно-белых. А ребята играют, несмотря ни на что, бьются и выигрывают. Сегодня, когда молодежка Спартака в одном шаге от финала, каждый, кто пришел на студию в Сокольнике, получил в руки вот такую вот ленточку. На ней написано «Спартак должен жить». Неужели победа молодых хоккеистов не является подтверждением тому, что клуб должен существовать? Четвертый матч в этой серии сравни к голливудскому фильму про супергероев. Точнее, про одного супергероя – Егор Юдов, которого журналисты очень точно прозвали «Чудо-Юдов». Он дарит Спартаку билет в финал. Юдов совершает блестящий хэт-трик. Полуфиналы оставляют клубы из Восточной конференции чемпионата МХЛ за бортом. Но назвать их проигравшими никак нельзя. Белые медведи и Барс – обладатели бронзовых медалей. Они боролись за выход в финал с таким же упорством, с каким боролись «Спартак» и «Красная армия». Московский «Спартак» вслед за «Красной армией» выходит в финал Кубка Харламова сезона 2013-2014. Впервые в истории МХЛ ни один из клубов Восточной конференции не будет принимать участие в финальной серии чемпионата. Московское дерби обещает быть интересным. Увидимся в финале. До встречи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почувствовал сразу вкус борьбы. Почувствовал лакал страстей. Сразу, знаете, где-то однозначно были мысли, что в финале мы будем точно. Потому что я видел заряженность ребят, я видел, как все настраивались на каждую игру. И я видел, что мы можем справиться. В целом, каждая команда, она покусала нас прилично. У нас были шансы, ну, как сказать, ну, не шансы, а на задачу идти вперед, дальше. Мы нужно попадать в финал, выиграть в чемпионат. Вот. И шли к своей цели. Все пытались поддерживать друг друга, чтобы не было никаких недопониманий. Там финансовая сторона, никто уже не смотрел на финансовую сторону. Все играли, вдруг, чисто для команды, на результат. Поэтому так все получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова